Большой праздник у торгового центра «Экватор» подготовили ко дню рождения Кирилла все те, кто сегодня уже могут назвать себя настоящими друзьями семьи Никитюк. Для того, чтобы поддержать родителей и мальчика, к акции присоединились неравнодушно из разных уголков страны. Артисты приглашали брещан принять участие в розыгрышах и конкурсах, волонтеры занимались продажей сувениров, изготовленных ремесленниками со всей Беларуси. Вырученные средства стали очередным вкладом горожан в большое и очень важное дело. Есть такой закон негласный, кто помогает другим, тот помогает в первую очередь себе. Вот эти люди откликнулись. Такой позитив, такое хорошее настроение, хорошая погода. Сегодня еще согласилась поучаствовать с нами школа-студия «Май Бэйби». Они предоставили свою художественную самодеятельность, танцы, песни. Праздник собрал большое количество брещан. Каждый из них стал гостем настоящего дня рождения. Со сцены в адрес семьи звучали поздравления и пожелания скорейшего выздоровления для светлого, открытого мальчика. Именно так окрестили его те, кто хотя бы однажды общался с Кириллом. Мы вообще благодарны и городу Бресту, и Минску за то, что они организовывают и делают нам такие праздники для помощи сбора денег для лечения Кирюши. Нам разрешает город все. Мы делаем и концерты, у нас ярмарки, у нас лотереи. У нас вот даже то, что люди присылают из Витебска, из Минска свои поделки, народное творчество, и нам разрешают вот это продавать. Они нам предоставляют это все бесплатно и для того, чтобы все это было в помощь Кириллу. У благотворительности есть одно удивительное свойство. Помогая другим, каждый из нас помогает и себе. Через открытость души, небезразличие к чужому горю, мы порой открываем в себе новые таланты и способности, о которых раньше и вовсе не могли знать. И пусть этот вклад будет небольшим, однако и море собирается из капель.